С праздником, дорогие братья и сестры! С праздником Святой Троицы! С днём рождения нашей Церкви! Мы с вами говорим праздник Святой Троицы, но если говорить предельно точно, то такого праздника нет. Сегодня день, пятидесятий день. Пятидесятий день. День сошествия Святаго. Но здесь во всей полноте явилась полнота Пресвятой Троицы. Да, мы с вами знаем и из Ветхого Сангизавета. И, слава Бога, сотворим, не сотворю, а сотворим человека по образу и подобию нашему. Вот и маленький штрих указания о том, что Бог отнюдь не плетит им в лице. Хотя Бог не плетит им. явление праздник Святого Троицы. И в лице в виде трёх ангелов. И вот именно так мы с вами обыкновенно и видим перед собой икону Святой Троицы. явление Богоявление Крещение Господне когда Сын Божий сошёл в реку Иордан отверзленность небеса был глаз Бога Отца все есть Сын Моего Залюбленный в Нём же Моё благоволение. И Дух Святой в виде голубя сползгался на Него. Именно поэтому, дорогие, вот по явлению Святой Троицы во время Крещения Господне то, что Дух Святый снизошёл на Сына Божий в виде голубя Сын Моего в Церкви и Дух Святый именно так и изображается. И, конечно, окончательно вся полнота Святой Троицы была раскрыта в праздник Пятидесятницы во время зашествия Святого Духа на Апостоле. Потому что да, тот Дух Святый, которого Христос обещал прислать апостолам из семьи придёт другой Кутешитель, который вам всё разъяснит. И да, и после сошельствия Святого Духа на Апостолов апостолы предопрессивны. во-первых, восприняв Духа Святаго, у них внутри всё, все слова Спасителя разлеглись, ну, если упросты сказать, может, по своим полочкам. Вот они сразу всё припомнили и всё выяснили. И если ещё утром они собирались с замкнутым обществом, с запертыми дверями, как подчёркнуто в Священном Писании страха ради иудейства, то после сошельствия Святого Духа они смело вышли на проповедь и пошли по всей Вселенной и ничто их не могло остановить, ничто не могло заставить умолкнуть их дружескать. Вот поэтому вот и сегодняшний день в нашем и народном и церковном понимании это действительно день Святой Троицы. Хотя непосредственно такого праздника вроде бы в церковном службу нет. Служба, которая на сегодня служится, всё говорится именно о дне 50-х Дорогие, но мы с вами знаем и помним, что именно вера пресвятую Троицу это краеугольный камень нашего спасения. Без этого нашего спасения. Вера в то, что Бог един в трёх лицах. Вера в то, что Христос Сын Божий, единосущный Отцу, пришёл на землю зараб раба приняв человеческий образ, тем самым осветив наше человеческое естество, зашёл на крест, победил смерть человеческим человеческим телом, то есть всем своим существом, в том числе и человеческим телом, воскрес и вознёсся на небо, тем самым открыв нам, человеком, райские двери. Дорогие, вот с этим вот праздником, дорогие, всех нас и поздравляем, и пусть всегда и в наших сердцах, и самое главное, чтобы мы всё это передавали своим детям, внукам, и так без конца до скончания века. Хорни вас всем. Спасибо.